Александр Матвеевич, здравствуйте. Сидите, сидите, сидите. На днях в Екатеринбурге полицейские торжественно восстановили 100 тысячерублевую справедливость в отношении ветерана Великой Отечественной войны, которого предельно цинично перед самым Днём Победы обобрали совершенно бессовестные мошенники. Пользуясь тем, что перед 9 мая ветераны пользуются повышенным вниманием, под видом очередных благодетелей они втерлись в доверие к фронтовику Александру Авдееву и, пользуясь тем, что был он в тот момент один, профессионально заболтали его сказками об обмене денег, в котором они обязаны ему помочь. Таким образом, он лишился накопления более 100 тысяч рублей наличными. Причем заявление решился писать не сразу. Но когда ситуация получила огласку, то кроме заявления по этому поводу во все инстанции пошли письма, в том числе и от мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. К вопросу подключилась и местная ячейка «Единой России». Общественники, пока своего дела делали полицейские, регулярно отправляли к ветерану бригады волонтеров. Для всяческой помощи в быту они даже сделали ему в квартире небольшой косметический ремонт. Ну а потом случилось главное. Сыщики, не упустив горячие следы, вышли на тех уродов, что обнесли заслуженного старика и успели вернуть все у него похищенное, чуть больше 100 тысяч рублей. Вручать эти деньги лично из рук в руки от имени свердловских полицейских домой к ветерану пришел подполковник Артем Лаздынь и представители «Единой России». По вашему заявлению провели необходимые мероприятия. И вот, пожалуйста, те денежки, которые были похищены. 100 тысяч? Да. Александр Матвеевич, я начальник отдела по борьбе с мошенничествами управления ГУВД Серовской области. Об этой некрасивой истории, как поступили с ветераном войны, партийцы узнали совершенно случайно перед праздником Великой Победы. И сегодня, спустя всего лишь несколько дней, после того, как он обратился с заявлением, денежные средства Александру Матвеевичу были возвращены. И мы искренне благодарим сотрудников ГУВД России по Свердловской области, всех сотрудников, которые так отнеслись к нашему ветерану. И в очередной раз Свердловский гарнизон полиции доказал, что это одни из самых профессиональных и отважных ребят в нашем регионе. И в кратчайшие сроки сотрудники ГУВД России по Свердловской области, именно опера управления уголовного розыска, смогли раскрыть преступления, которые были совершены в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Это люди, которые совершают преступления в отношении ветерана. Это настоящие, наверное, изверги и негодяи, которых надо судить и карать самым жесточайшим образом.